Я счастлив, что есть такое количество людей, которые готовы, заплатив эти деньги, послушать все, что я скажу, потому что это значит, что все-таки какие-то вещи я делаю в жизни интересными для очень сложной категории людей, какими являются бизнесмены. А это люди совершенно необычные, независимо от того, каким бизнесом они занимаются, маленьким или большим, и имеющими свою точку зрения. Сейчас это попытка, у нас уже было много таких встреч, попытка для меня самого углубиться в теорию бизнеса, потому что я больше занимаюсь политической деятельностью, и мне самому интересно, к чему мы придем. Ну и давайте попробуем отправиться с вами в мир денег и тех возможностей, а также проблем, которые они вообще-то каждому человеку предоставляют. Потому что деньги и бизнес – это не только радость тратить их, но и, конечно, радость, самое главное, их зарабатывать, потому что, в принципе, весь смысл бизнеса заключается не в том, чтобы тратить их в ресторане или в дорогих, или не очень дорогих магазинах, а в том, чтобы вести свое дело и наслаждаться теми возможностями, которыми дал тебе Господь Бог. Я глубоко убежден, что именно Он определяет, кто бизнесмен, а кто нет, и я приведу вам много примеров. И бизнесмены – это люди, которые бросают вызов в основном сами себе. Первое, что я хочу сказать, что это очень увлекательный мир, и в нем много чего, что заслуживает большого внимания, но, конечно же, я все охватить не смогу, потому что это 15-летний путь моего собственного бизнеса, хотя последние пару лет я практически занимаюсь больше политической деятельностью, но все-таки это много даже для Запада и даже для западных компаний, не говоря уже о наших, которые находятся постоянно между мечом и наковальней, и в условиях коррумпированного общества, какое сегодня Украина представляет, вот, с надеждами на то, что все-таки безобразия, которые творятся в отношении бизнесменов, они в конце концов, ну, должны прекратиться. Мы все ожидаем, не только простые люди, но и бизнесмены, что им будет дана отмашка, и они смогут зарабатывать для страны как можно больше денег. Значит, первое, что я хочу вам сказать, это то, что прибыль и деньги, количество денег, да, это и есть, в принципе, единственный верный критерий, да, успешности бизнесмена. Ничего другого, все, что бы бизнесмен о себе не говорил, и как бы он не размахивал руками, если он не успешный и его деятельность неприбыльная, то он как раз и представляет собой ту величину, которая измеряется количеством денег, которые он зарабатывает, ну, в честной конкуренции. Это 100%. Он может быть хорошим человеком, может быть человеком неудобным для общения с другими, но главное это, конечно, прибыль. И когда я начинал свой бизнес, я буду везде приводить примеры своего пути, я всегда задумывался о том, что вот этот заработает уже больше, чем я, а этот зарабатывает намного больше, то это был для меня яркий пример, ну, для того, чтобы я стремился сам себе доказать, что я лучше, чем другие. Я вам расскажу о том, как это делал я, потому что я буду приводить вам примеры зарабатывания денег вместе с преступным правительством или чиновниками, и бизнеса, который я вел независимого и не опирающегося на министров. Министров там или каких-нибудь замминистров или каких-нибудь других нехороших дядей, которые захватили власть и предлагали, ну, и вам, наверное, будут предлагать, когда вы подрастете, или уже сейчас предлагают разное сотрудничество. Я всегда шел в лоб с рынком, то есть все, что зарабатывал правоекс, это всегда было в конкурентной среде. Никаких совершенно льгот ни от правительства, ни от других людей мы не получали. Этот интересный мир, который я предлагаю вам погрузиться, он, первый шаг, как бы в него вступить, заключается, для тех, кто еще не определился, заключается в том, когда вы это сделаете. Невозможно в теории, ну, это первый вывод, который я могу вам предложить, невозможно теоретически стать бизнесменом, да? Надо сделать первый шаг. Свой первый шаг я сделал в 40 лет, а если это касается коллеги, которому больше 40 лет, то я могу привести пример о том, что в 57 лет один японский ученый вдруг занялся бизнесом, и к 75 годам, когда он умер, его состояние составляло около 13 миллиардов долларов, и он был одним из самых богатых людей в мире. Возраст для бизнеса не помеха. И, конечно, он не должен быть совсем юный, потому что нет опыта. Во всяком случае, возрастных пределов для этого никаких нет. Первый вывод о том, что надо сделать шаг и вступить в реку, это 100%. То есть я думал о том, в 40 лет, не видя ни одного доллара, находясь на должности заместителя проектора Киевского государственного университета, что было бы неплохо, вообще-то, как бы увидеть пару долларов в жизни, и я чувствовал, что я могу это сделать. Но вокруг меня зарабатывались деньги уже другими людьми, это был 90-й год, вот. И это были годы громадных возможностей, ну, воровских в основном, потому что чистого бизнеса тогда не было, вот. Но многие уже и бросались и в производство, и там получалось что-то, и я все думал, когда же мне этот шаг сделать. Ну, так было сложно. Потому что у каждого, кто начинает, у него есть какие-то уже преимущества, от которых он не хочет отказываться. Потому что бизнес, это еще один вывод, это громадная ответственность, которую ты берешь не только за себя, и за тех людей, которые с тобой работают, но это ответственность за семью, и за твою жизнь, и в буквальном, и в переносном смысле. Это очень серьезные вещи. Моя должность называлась заместителем проректора Киевского государственного университета, и многие бы на ней считали за честь закончить свою карьеру. Я очень боялся, и на всякий случай поступил в докторантуру, и думал о том, что вот у меня, если не получится, то я защищу тогда еще и докторскую диссертацию, потому что я кандидат юридических наук, то следующая ступень это докторская, ну и вернусь обратно на преподавательскую работу. Но шаг я этот сделал. Я написал заявление и ушел с высокооплачиваемой должности, которая предоставляла мне такие возможности. И, конечно, этот шаг придется сделать каждому, кто хочет этой жизни, которая начинается очень в раннее время, ну если говорить о днях, да, с 6 утра и до 12 ночи. Ну это жизнь бизнесмена на 100% именно в таком интервале она, в общем-то, активная и происходит. Но это очень интересно. Конечно, не все мечты сбываются, потому что это совершенно неизведанный путь, и когда люди принимают решения, то их представления о том, чем они закончат, очень серьезно отличаются от того, что на самом деле их ожидает в конце пути. Есть хорошее высказывание, что путь мечты сбывается, но ожидание не оправдывается. Я могу вам это подтвердить с полной ответственностью. Никогда в своей жизни я не думал, что я буду возглавлять банк и заниматься, например, банковским делом. Потому что другие дела у меня шли намного более успешно, чем то, чем я занимаюсь сейчас. Но приходит время, когда бизнесмен осознает, на самом деле это ли его сфера и определяет путем множественных критериев, ну, чем он должен заниматься. Я всегда привяжу пример о том, что Библия является классной книгой по менеджменту. Я объездил очень много стран в свое время, сейчас я уже лет пять никуда не езжу, практически весь мир. И во всех пятизвездочных отелях, где останавливаются только президенты и бизнесмены крупные, где номер стоит и тысячи долларов, и больше, я видел гостиницы, в которых номера стоят по семь тысяч долларов, ну, это максимум, что я видел, и где живут люди годами, да, ну, это в Швейцарии я видел такую гостиницу. И везде обязательно есть атрибут пятизвездочной гостиницы. Это что называется для избранных, для политиков и бизнесменов. всегда есть под дверь газета с информацией о том, где, в какой сфере лучше заработать деньги, ну, это или Financial Times, или General Tribune, да, это в зависимости от того, в какой стране ты находишься. И всегда в тумбочке находится Библия. И это есть одним из атрибутов пятизвездочного отеля. Так вот, в Библии написано о том, кто может зарабатывать деньги, а кто нет, следующим образом. Там есть история такая, примерно, ну, я ее так перескажу, поскольку я Библию прочел уже, читаю уже девятый раз, и с восемь лет. И делаю это ежедневно. и всегда нахожу там много очень интересного. Когда, ну, это было рабоводическое общество, когда очередной раз хозяин уезжал очень далеко из своего поместья, трем своим ну, это не служащие, это называется, рабы, но это практически люди, которые были близки к нему, да, почему-то он избрал трех самых способных, дал им по разному количеству денег. Одному дал пять талантов, это большие деньги, там, каждый талант, я не могу сказать, сколько это в долларах, ну, поскольку это было две тысячи лет назад, вот, но это были приличные бабки, вот, и другому дал три таланта, третьему дал один, и уехал на год куда-то далеко. Через год, когда он приехал, он попросил отчета у каждого из тех, кому он дал эти деньги. Первый из них, которому он дал пять талантов, отдал ему десять, и сказал, что он вложил их успешно в дело, его хозяин поблагодарил, сказал, молодец, ты классный менеджер, ну, это на наших словах, да, на тебе обратно твои десять, вот, и зарабатывай их дальше. Второй привез пять, он отдал ему их его поблагодарил за хорошую работу в бизнесе, а третий, которому он дал один талант, поскольку он чувствовал хорошо людей, этот хозяин, а вообще бизнесмен всегда чувствует, на кого ему поставить из своих партнеров, вот, это тоже особенность бизнесмена, которая дана только от Бога, если не разбираешься в людях, нечего тебе в бизнесы идти, тебя или убьют, или обманут, или оборуют, или это будет громадное разочарование, то есть, это проблема, и надо доверять своим ощущениям, это, кстати, тоже очень важно для того, чтобы вы понимали, как строится бизнес, это что-то сверхъестественное, я вам это на все сто процентов гарантирую. Он ему дал один и сказал, знаешь, что, хозяин, ты вообще-то любишь пожинать там, где ты не сеял, я тебя таким знаю, и любишь вообще брать то, что тебе не принадлежит, поэтому я побоялся, закопал этот талант в землю, на тебе твой талант, вот, и все дела. Ну, он его за это наказал, очень серьезно, этот хозяин, и сказал, что ты вообще-то бездарный совершенно, и, хотя он, видимо, так и думал с самого начала, потому что он ему этот талант всего лишь один дал, а это как классно, две тысячи лет назад, так говорил Иисус, когда он проповедовал, он приводил такой пример, вот, поэтому, палками он того наказал, и этот талант отдал тому, у кого сколько было, ну, кто знает эту историю, у кого было десять, да, и что он сказал при этом, он сказал следующее, кому дано, у того прибудется, да, а у кого не дано, у того отнимется и то, что есть, поэтому, для тех, кто начинает бизнес, надо хорошо помнить, истинная правда, что у плохого бизнесная смена отнимется в сто раз больше, да, и он может плохо кончить. Бизнес это большая ответственность, это большое количество рисков, это много разных проблем, которые может учесть только бизнесмен, и никто ему ничем как бы не поможет, потому что он останется рано или поздно один на один с этими проблемами, и не будет знать, что делать, и это все очень грустные истории, свидетелями которых я был. На заре моего бизнеса, когда мы только открыли банк, у меня был очень интересный случай, когда один парень взял под залог квартиры своей мамы кредит, после этого мы не стали давать кредиты, потому что с мамой потом проблемы были, а у мамы было огромное количество орденов, это 91-й или 92-й год, но мы видели, что он, извините за выражение, как говорят бизнесе, лох, он не заработает, это было очевидно, и наш кредитный комитет, он был маленький, банк был маленький, быстро определил, что он не обернет эти деньги, да, но он ушел, он капитан, или майор, в армии уволился, приходит его мама, а она там ордена славы, герои, и всего, и кричит, а мы тогда находились в доме учителя, на весь этот дом учителя, вот, вы не уважаете людей, которые хотят себя проявить, меня не уважаете, давайте кредит сыну, и все, иначе я во все газеты напишу, что вы последние негодяи, дали моему кредит, вся программа его была вроде правильной, он должен был купить какие-то овощи в банках, ну, разные овощи в банках, в Крыму, и продать их в Киеве за, у производителя за другую цену, классный бизнес, и ничего такого, вроде и погореть невозможно, то есть в голове у неудачников есть идея о том и кто не способен это делать, что для заработка денег нужен первичный капитал, на самом деле первичный капитал вот здесь, другого места, где он находится, просто не существует, и в душе, да, ему, или может быть сначала в душе, а потом вот здесь, и потом как ему определено, потому что научиться этому можно повысить уровень качественно своего бизнеса, можно учесть миллион новых рисков, можно спросить много интересных вещей, которые помогут вам в бизнесе и сделают вас в тысячу раз богаче, но если это не дано, это не дано у нас все сто процентов, ни при каких условиях, ни при какой учебе, оно дано быть не сможет. В конце концов, он купил эти банки, на грузовик их погрузил, вроде тоже все нормально, и повез их в Киев, но дело было зимой, при температуре плюс один, а чем кончилось, знаете, сто процентов, да, ударил мороз, и по дороге лопнули все банки до одной, тогда он смылся к своей жене, оставил маму с заложенной квартиры, вот, у нас, вот, и что с ней было делать, мы купили ей однокомнатную, слава богу, она была двухкомнатная, мы поступили по закону, то есть мы ее продали с аукциона, максимальные деньги, все, что осталось, отдали ей, но там бы и так другие бы ее просто на улицу выкинули, я, к тому, что это была ужасная история, я ее хорошо запомнил, как мы везли эту маму, слава богу, на нормальную квартиру, и ничего страшного, но сын сам, конечно, не бизнесмен, не только потому, как он покупал эти огурцы, да, но и потому, как он себя вел со своей мамой, потому что он потом перестал брать на нее трубку, то есть попросту ее кинул, что не свойственно бизнесмену, в тот день, когда, и это хороший вывод, да, бизнесмен начинает допускать мысль о том, что он может кого-то кинуть, да, в тот день бог ставит на нем крест, и начинает создавать ему проблемы, причем неразрешимые, потому что таких мыслей быть у бизнесмена не может, потому что бизнес это честно, да, и честность стоит с каждым днем все дороже. И я могу вам это продемонстрировать запросто на многих компаниях, которые я наблюдал, как честность приносила миллиардные в гривнях доходы, и это на все сто процентов. Бизнесмен это честный человек, и принцип быть честным это как бы то, что свойственно любому человеку, никто никогда второй раз с ним дело иметь не будет. Более того, во всех странах мира он будет внесен в черные списки скомпрометированных людей, и никогда ему ни один банк не даст кредит, никто не протянет ему руку в бизнесовых кругах, и на этом он как бы он не стоял, поступил нечестно, все, тебе крышка, вплоть до тюрьмы. Ну, у нас это еще и заканчивает за убийствами разными такими вещами, ну, я в ужасе от того, что у нас это бывает, но это как бы переходный период. Но бизнесмен никогда не должен дело иметь ни с бандитами, ни с другими крышами, это тоже очень важно. Я многих знал людей, которые начинали свой бизнес, это тоже принцип, и первым делом они начинали искать крышу, кто же будет их поддерживать, если с ними начнут не рассчитываться контрагенты. Жуткая идея, и ничем хорошим. Дружба с бандитами банальными, или, у нас их мало, их заменили спецслужбы, правда, сейчас все меняется, я надеюсь, что такого не будет. Заканчивается просто. Бизнесмены этого выталкивают, вот, или убивают, а бизнес забирают. Поэтому, конечно, надо иметь мужество и принципы. Кто может быть бизнесменом, и в чем красота этого пути, который я вам предложил, ну, к которому я вам предложил прикоснуться, немножко его пройти, это, конечно, человек с идеями, это миллионы идей, которые этот бизнесмен может реализовать. Но, во всяком случае, это сто процентов люди с очень большим воображением. Жить в мечтах, это очень классно, и я вам скажу, что даже сегодня, если вы меня воспринимаете как бизнесмена, я никогда не засыпаю без того, чтобы не представить себе какую-то картинку. То есть это в принципе для меня совершенно естественно. Я могу мечтать. И в мечтах рождаются идеи совершенно разные. И я вам скажу, что идея прийти к банку, она тоже родилась в мечте. Я никогда не видел банк изнутри, я никогда не был даже в сберегательном банке Украины, я никогда не был клиентом никакого банка, но в принципе у меня было много идей, я много видел людей, которые начинали со мной, многие из них сейчас известны, правда, они потеряли свой бизнес, видимо, на каком-то этапе они предали его идеи и перешли служить на государственной должности, тем самым полностью погубив свой талант. Я представлял себя и правок расшифровывается как право экономика социология, как консультанта и первые мои шаги, поскольку я не знал вообще куда я иду, и я вам советую обязательно вступить в неизвестность, ну, это обязательно, и невозможно делать бизнес без того, чтобы не делать ошибок и не пробовать вот разные бизнесы. Я представлял себя консультантом, я очень хороший юрист квалифицированный, кандидат наук, это в те времена, а сейчас кандидатом наук стать, это можно тысячи за 2-3 долларов вот, без проблем. в 84-м я защитил диссертацию, в 81-м я начал свой аспирантский путь, это было очень серьезно. Я думал, что я консультант, и первый год я наблюдал много людей, которые были богаче меня, а у меня не получалось, но при этом все-таки какая-то прибыль была, что позволяло платить бухгалтеру деньги, сам я зарплаты не получал, вот, и я упорно продолжал бить в одну и ту же точку, то есть я пытался создать большую консультационную группу, но в то время закон, законов вообще не было, а менталитет тех, кто мог заказать тебе закон был таков, что надо иметь в общем-то больше блат, ну сейчас больше во взятке это переросло, вот, а раньше это нужен был блат, и это были в основном руководители бывших государственных предприятий, они не хотели заказывать никаких кругу, создавая разные предприятия и вступая на тот путь увлекательный, который я вначале вам предложил. Это был класс, поиск разных вариантов зарабатывания денег, при том, что я никогда в жизни ничего до того, как я пошел в бизнес, не продавал, и я не умею продавать, я всегда в убытке от этого оставался, вот, не покупать, то есть я не по этой части, просто я формализовал разные бизнесы и умел писать правильно договора, учитывая риски с учетом моего опыта, поэтому появился магазин, когда-то он был в доме учителя очень популярный, кто-нибудь помнит такой магазин, и все в него ходили, это считалось высшим классом, который обошелся мне всех инвестиций, пару тысяч долларов, мы с досок слепили, денег-то не было, всякие прилавки, и я написал разные договора, и учет устроил, хотя я никогда в этом не работал, товаров, которые в магазин поступает, и что вы думаете, это был удар, что называется, сильнейший, потому что на меня свалилась куча денег, я стал зарабатывать сначала 30, а потом 50 тысяч долларов в день. То есть вдруг посыпался дождь, ну поскольку из денег, поскольку меня торговля никогда не интересовала вообще, и видимо все-таки я больше расположен в политической деятельности, чем в бизнесе, то я сам-то не горел этим, а те ребята, которые этим занимались, они могли после этого развиться в сотне в тысячи магазинов, захватить мир, потому что нет, я вам скажу еще один принцип, заранее установленного, хорошего или плохого бизнеса, о чем меня часто пытаются спросить люди, которые не очень понимают куда они идут, то есть можно торговать пирожками, можно конфетами, если это система, если это формализовано, или там чем-то иным, но это не нефть, сегодня первые люди самые богатые в мире, там ни одного человека, который занимается нефтью или газом, нет, там есть производитель конфет, держатель супермаркетов, последний миллиардер появился, который стал распространять бытовую технику, то есть это должно быть под душе, ну это то, где он может максимально себя реализовать. И магазины, конечно, это было просто как бы было место, где, как и другие фирмы, которые я организовывал, разные аукционы, где можно было заработать деньги. При этом есть еще один важный принцип успешного бизнеса. Бизнес не может быть успешным при наличных деньгах. Главное и очень важное, наличные это хорошо, но они ничто перед безналичными, потому что без бухгалтерского учета пробиться с маленького бизнеса и без безналичных большой бизнес невозможно. Потому что когда деньги идут через счет, тогда есть контроль, учет, есть учет доходов, есть учет расходов, есть много такого, из чего вы можете слепить дополнительные деньги. большой бизнес это игра в длинную игру. Это длинная игра. Поэтому на каком-то этапе я все-таки перегнал тех, кто зарабатывал слету на например инфляции, на всяких других вещах, какие-то сумасшедшие деньги. Он просто быстрее сообразил, где можно снять сливки. И он пропал. Многие из них, я даже не знаю где они. Знают, что одного в колодце нашли, а другого еще где-то. То есть они пропали. Хотя они обладали большими, тогда это были времена очень интересные, большими денежными ресурсами. Некоторые устояли, но я мало знаю таких. Но во всяком случае они не достигли их бизнеса никакого общественного признания. То есть так как-то сохранили, смогли, и дальше они не развивались. Формализация бизнеса. Это важная составляющая большого бизнеса. бизнеса. что когда мы говорим о миллионе первом, который я вам предложил заработать после лекции, то я вам могу сказать, что зарабатывается сложно только первый миллион. А дальше они сыпятся просто один за другим. А? Деньги плавают к деньгам. Нет. Миллионы идут к миллионам. Не деньги идут к деньгам. Вот. Поэтому формализация это очень важно. Я в начале пути думал, что большой бизнес предполагает большую формализацию и большую бюрократию. Если в начале я полагал, что уходя из государственного предприятия, зачем мне эти трудовые книжки, какие-то приказы, фиг знает что вообще. То потом я понял, что без этого вообще невозможно жить. И что документ к документу, папочка к папочке, разделение разных направлений деятельности и прохождение документов это следующий шаг к большому бизнесу. От ларька до банка, супербанка, чего хотите. И учет рисков. Это опыт прошлых ошибок, ну и тех, которые вы способны воспринять в общении с другими людьми. Конечно, бизнесмен это тоже важный принцип. Это человек, который воспринимает чужое мнение. Это никогда не сколько бы у него не было денег, пусть это будет Билл Гейтс или это будет кто-то иной, сейчас его уже догоняет другой миллиардер. Это человек, который способен улавливать идеи, которые приносят ему другие люди. Это обязательно. Это очень важно. Потому что если ты как на государственной службе ты начальник, я дурак, то тогда никакого бизнеса и никаких денег конечно не будет. Учет рисков разный. Это и учет ситуации, которая есть в стране, в этом бизнесе. Их очень много. И учет конкуренции, рисков кражи денег, потому что их воруют, деньги притягивают всегда нехороших разных людей. И учет рисков прохождения их через разные финансовые институты. Это очень важно. И выводы из прошлого. Все, что я заработал первое время, я вам скажу, я просто брал и применял одну единственную газету. Ну, сейчас она не такая в этом смысле информативная. Это была газета Коммерсант московская. А поскольку мы отставали от Москвы, я просто брал и делал то, что там было написано. Ничего такого. Вот я ее каждый день читал, увидел биржу, биржу, увидел аукционы, аукционы и так далее. Сегодня таких газет уже, конечно, нет. Потому что это было совершенно другое время, и эта газета как раз описывала начало и продолжение разных бизнесов. Это было очень интересно. Сегодня такие вещи можно почерпнуть разве что на круглых столах или беседах в более сложной литературе для восприятия бизнесовое. Но возможность воспринимать чужие идеи это важный принцип. А вот реализовать их это очень серьезная и великая дело. Потому что был тот кто изобрел электричество я не помню даже кто. Видите мы не помним того кто изобрел электричество. где этот человек кто Ньютон я даже не знаю кто Омб Фарадей там еще другие люди но мы хорошо помним что был Эдисон который применил эту идею и у него как бы бизнес сомкнулся я всегда говорю так что есть много людей у которых ну реализация бизнеса находится всегда вот в таком состоянии то есть он как бы идею имеет да но она у него никак не может срастись да и произвести эффект который заключается конечно в прибыли и больше как бы ни в чем то есть вот эта часть бизнеса является очень важной потому что идей которые тоже нужны должно быть много и их подают ваши коллеги знакомые там это такое дело а уж откуда вы их взяли это потом уже никого не интересует и я хочу сказать вам о том что на украине существует бизнес с властью для получения подрядов на строительство например если ну обычно это связано с мафией там со всякими такими делами вот о чем я совершенно не информированный я никогда этим не занимался рассказать вам об этом ничего не могу но там схема очень простая взятка за взятку подряд хороший вот выгодный заранее оплата со стороны властного органа предоплата этого бизнеса дальше делать нечего только сделай и и больше ничего построй что-то проложи дорогу или закупи зерно или нефть или еще какую-нибудь дрянь и так далее и бизнес в лоб на рынке то есть это бизнес в конкурентной среде я лично идеолог конкуренции конкуренция это класс для плохого бизнесмена есть много причин по которым он может сам себя убедить в том что не сложилось из-за чего-то из-за вот этого 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 и другого на самом деле смотри как делают другие и делай лучше и ничего такого только ничего личного и никакой зависти это тоже как бы этап который надо пройти я когда вижу лучше себя что-то где в чем ну я считаю себя хорошим я только могу восхищаться и брать этот опыт я обращаю внимание на эту компанию я начинаю делать то же что делают они это и есть путь к успеху вот такие как бы принципы на которых я сегодня хотел остановиться бизнеса которые с моей точки зрения важны и это именно тот час который я и хотел определить для встречи и Продолжение следует...